Рассмотрим пример ORM. Мы будем использовать в данном модуле Django ORM как пример объектно-реалитационного отображения. И посмотрим, как здесь можно моделировать отношения и обращаться к объектам этих отношений, то есть к кортежам. В данном примере, как несложно догадаться, у нас участвуют два отношения. У нас есть продукты и категории. Например, это может быть какая-нибудь база онлайн-магазина. Атрибуты наших отношений перечисляются просто указанием классовых атрибутов в этих отношениях. То есть в категориях у нас есть некоторые названия, в продуктах у нас есть название, цена, количество товара и связь с категориями. К каждому атрибуту сопоставляется тип этого атрибута. Так же, как мы указывали домены для атрибутов, в моделях мы можем указать, какого именно типа будет наш атрибут и какие значения он может принимать. Например, если поговорим о категориях, то это у нас название категории, очевидно, это текстовое поле. И также у нас здесь указаны некоторые ограничения, то есть длина этого поля не должна превышать 100 символов. Если говорить про отношения продуктов, то здесь стоит обратить внимание на тип decimal field. Этот тип decimal позволяет работать с нецелыми числами, избегая ошибок при округлении чисел с плавающей точкой. Здесь мы явно можем указать, сколько именно цифр мы хотим иметь в нашей нецелой части, и сколько всего мы допускаем чисел в нашем числе. Этот тип может быть не реализован в рамках конкретной СОБД, однако Django ORM позволяет поддерживать этот тип именно в том виде, в котором он предполагается. Также у нас здесь есть foreign key, который ссылается на модель категории. И также здесь отмечено, что категория может быть не задана у продукта. То есть мы можем указать некоторый продукт, не указывая его категорию. В моделях мы также можем указывать и дефолтные значения, то есть значения по умолчанию. Если мы будем создавать какой-либо объект вот этого класса, то есть вставлять кортеж в наши отношения, то Django ORM поймет, что если мы не указали какое-то конкретное значение для quantity, для нашего количества товара, то оно будет приравнено нулю. Вернемся к модели категории и рассмотрим добавление метода к нашим отношениям. Можно было бы это реализовать с помощью некоторой процедуры, но Django ORM позволяет нам сделать это средствами нашего языка, программирования которым мы пользуемся, в частности Python. Здесь представлен метод, который позволяет получить продукты данной категории, которые сейчас есть на складе, то есть у которых quantity больше нуля. Соответственно, здесь представлен пример того, как мы с помощью Django ORM обращаемся к продуктам, которые связаны с данной категорией и также у которых количество больше нуля. То есть мы с помощью вот этой инструкции создаем некоторый запрос средствами ORM, который затем преобразится в SQL-запрос к базе. Если бы мы захотели написать движок онлайн-магазина и отказались бы от использования Django ORM, то в этом случае нам понадобилось бы рассматривать список из всех различных СОБД, реализационных СОБД, которые бы поддерживались в нашем магазине. И для каждой СОБД нам необходимо было бы устанавливать какие-то свои инструкции для того, чтобы, используя особенности этой СОБД, реализовать конкретно эти модели. Несмотря уже на то, что для некоторых СОБД было бы невозможно реализовать, например, какую-нибудь процедуру, которая берет товары конкретной категории. Продолжение следует...